привет друзья сегодня с вами александр и александр мы с вами поговорим сегодня о различных режущих и косящих на оснастках компании makita чем можно косить что можно косить и зачем пилить а что пилить ну давай александр зажигай рассказывай что у нас тут с тобой есть у нас широкий ассортимент режущей гарнитуры для триммеров и травокосилок ну и начнем самого популярного это стримерных голов которые самые востребованные популярные на нашем рынке у нас вместе несколько типов стримерных головок это прямо газе на диване это триммерная головка с кордом и соответственно пластиковым ножом чем отличие для чего для чего они нужны и надо в этом разобраться триммерный корт он не имеет стабильной формы из-за этого увеличивается расход в общем качение больше тратится как бензина так и аккумуляторной энергии соответственно меньше работы можно сделать на одном а здесь таки как раз таки обеспечивается стабильная форма отличие от триммерных головок с триммерным кордом то что здесь есть пластиковый нож который при ударе сворачивается и соответственно уменьшается расход но при этом обеспечить более длительную работу и может окашивать более плотную густую траву да то есть бурьян чем вообще такая классная катушка для чего она нужна чем она отличается от обычной стандартной диаметр поведай нам не ну во первых от обычно стандартная она отличается быстрой намотки да то что нам не надо ее разбирать повернули кнопку и магия опять же таки да это полуавтоматическая триммерная головка ударили об землю усы выскочили и соответственно идем работать дальше опять же таки да имеется различного посадочного отверстия да то есть это м8 л аж м10 л аж и м8 р а расскажи непросвещенную вот и л аж р аж соответственно левая рука в левую сторону закручивается р аж в правую сторону триммерная головка с пластиковыми ножами имеет различные сразу же в комплекте гайки под различный диаметр и под различные триммерные триммеры и травокосилки если же если же человеку необходимо косить именно высокую траву поросль которая зашлась у нас есть ножи ножи также представлены в широком спектре различных диаметров 230 255 миллиметров с посадочным отверстием двадцать пять и четыре миллиметра но почему же люди выбирают триммерные головки не любят наматывать потому что люди не знают что у них на участке растет может быть ограда забор пруд металлический так далее потому что если попадет нож на ограду на препятствие может повредиться либо двигатель в аккумуляторный либо вал либо редуктор соответственно что-то одно может сломаться это будет определенной стоимости ремонт триммерные головки это все прощает с ножом надо быть уверены то что участок у вас чистый и не будет никаких препятствий двухлопастной нож мы используем это для окашивания высокой травы трехлопастной нож более агрессивный уже подходит для окашивания с сорняками более плотный если нам необходимо окосить собрать сено волок мы можем предложить четырехлопастной нож с функцией сбора волок да то есть классический проход травокосилкой в левую сторону и у нас высокая трава складывается опять же таки обратите внимание что двухлопастной трехлопастной четырехлопастной нож имеют заточку двух сторон соответственно с одной стороны ножи затупились либо износились перевернули начали работать с другой стороны экономить едем дальше александр зачем так много я просто хочу косить траву если если снова таки если у вас на участке имеются малинники какие-то небольшие деревья да именно которые только сходят топинамбур куда без топинамбура можно взять соответственно восьмизубый нож до который без проблем с этой задачи справиться но если вы хотите максимальную производительность максимальную скорость продолжительность работ на одном заряде купите трактор возьмите на вашу травокосилку нож с твердосплавными напайками соответственно он работает по всему что по траве что по бурьяну что для расчистки молодых деревьев до которые растут там где не должны россии соответственно можно без проблем и впилить диаметром 58 метров отверстие сделан для того чтобы облегчить его конструкцию и снизить нагрузку что на редуктор что на двигатель ну также конечно же снять нагрузку со спины операторы потому что он более легкий прекрасно молодец чем косить вот у меня есть маленькие 6 соток вот эти вот трактором здесь подойдет уже трехлопастной нож но опять же таки зависимости до что нужно если знаешь то что на участке нет никаких препятствий возьмите сети диск если нужно корову кормить без проблем четырехлопастной под задачу вообще если глобально смотреть то зачастую пасечники пользуются ножами для чего для того чтобы выкосить чтобы пчелы делали правильный мед то есть они выкашивают где-то поблизости поля которые что пчелы не летали и летели на другое поле которые они собирают и в дальнейшем мед получается правильный вот это да еще хочу добавить от себя что у нас есть очень большой выбор различных кордов триммерных кордов да скажи мне как подобрать правильно корд ну наверно чем больше тем лучше надо три миллиметра это зависит уже от типа двигателя соответственно чем мощнее трава косинка тем выше сечение корда можно выбрать да то есть у нас максимальные триммерные корды это трехмиллиметровые есть жилами дополнительными которые делают их более устойчивыми к износу опять же таки различные бухты диаметров начиная от 15 метров и заканчивать 300 метрами да уже для профессиональных коммунальных служб либо ландшафтников так среднее востребованы это 2 и 4 миллиметра если мы возьмем какие-то мало мощные до триммеры например как душ 181 то там 165 если 368 дур аккумуляторную либо их жить и модели то здесь мы можем уже использовать 2 и 4 а киловаттные модели тоже туда уже можно 3 миллиметра если какие-то остались вопросы задавайте их в комментариях мы подробно вам расскажем про все что вы увидели сегодня также все артиклы увидели в инфографике и в описании к ролику всем спасибо пока